Ястрый Эй! Где хозяин этого трактира? Хозяин трактира адмирал Бенбоу Болин. Я его сын. Что вам угодно? Стакан рому. Извольте. Бухта удобная. Неплохое место для таверны. Много народу, приятель? К сожалению, очень немного. Ну что же, эта якорная стоянка как раз для меня. Эй, браток! Подгребай-ка сюда, помоги мне втащить сундук. Да, сэр. Я поживу здесь немного. Человек я простой. Ром, свиная грудинка, яичница. Вот и всё, что мне нужно. Да вон тот мыс, с которым видны корабли, проходящие по морю. Как меня называть? Ну что же, зовите меня капитаном. Послушай, парень, у меня к тебе дело. Слушаю, капитан. Дело есть, хочешь заработать? Я буду платить тебе по четыре серебряных пенца, если ты... Что, капитан? Если ты будешь глядеть в оба, тут может появиться одноногий моряк. Так ты должен об этом мне сообщить сразу. Так, капитан. Смотри, не пропусти одноногого. Вскоре случилось первое из тех загадочных событий, благодаря которым таверна избавилась наконец от капитана. Мать была нездорова после похорон отца и лежала наверху, а я накрывал стол для завтрака к приходу капитана. Вдруг дверь отворилась и в комнату вошёл человек, которого прежде я никогда не видел. Лицо у него было землистое, на левой руке не хватало двух пальцев. Я всегда следил в оба, за каждым моряком. Этот человек меня очень озадачил. Сынок, подойди поближе. Да, сэр. Ближе, ближе. Вот так. Этот стол накрыт для моего дружка Билли. Я не знаю никакого Билли. Стол накрыт для одного нашего постояльца. Мы зовём его капитаном. Ну что же, мой дружок Билли, скорее всего, и величает себя капитаном. У него есть срам на щите? Да. На правой. Правильно. Правильно. Теперь бы я хотел знать, а где он сейчас, мой товарищ Билли? А капитан пошёл погулять. А куда, сынок? Куда он пошёл? А вот к тому большому утёсу. Ааа. Он скоро вернётся. Да, мой товарищ Билли обрадуется мне, как выпивкин. Ха-ха-ха. Незнакомец стоял у самой входной двери трактира и следил за углом дома, словно кот, подстерегающий мышь. И когда Джим хотел выйти на дорогу, он тотчас окликнул его. Эх! А куда ты куда? Что вы, сэр? Ты куда? У меня есть сын, и ты похож на него, как две капли воды. Он гордость моего родительского сердца. Но для мальчиков главное послушание. И ты помни об этом, не шагу из комнаты. А, вот и он, мой дружище Билли, с подзорной трубой под мышкой. Благослови его, Бог. Давай-ка спрятимся за дверью, сынок. Стой здесь спокойно. И устроим Билли сюрприз. Обрадуем Билли. Благослови его, Бог. Билли! Кто это? Разве ты не узнаёшь меня, Билли? Неужели не узнаёшь своего старого корабельного товарища, Билли? Чёрный пёс? Он самый... Чёрный пёс пришёл проведать своего старого корабельного друга, Билли. Ах, Билли, Билли! Сколько воды утекло с тех пор, как я лишился двух своих когтей! Ладно, ты выследил меня, я перед тобой говоришь. А зачем пришёл? Узнаю тебя, Билли, узнаю. Ты прав, Билли, ты прав. Это славный мальчуган, которого я так полюбил, принесёт мне стаканчик Рому. А мы посидим с тобой, если хочешь. Поговорим без всяких обиняков. Да прими, как старые товарищи, не правда ли? Спасибо, сынок. А сейчас ступай отсюда и оставь дверь открытой, Настя. Не подслушивай! Я оставил их вдвоём и ушёл на кухню. Долгое время, несмотря на все старания, я не мог разобрать ни слова. Нет, нет! Нет, ты довольна об этом, слышишь? Если дело дойдёт до виселицы, то пусть на ней болтаются все. Слышишь? Проваливай отсюда, пока голова цела, и чтобы я тебя здесь не видел. Джим. Слушаю, сэр. Мне нужно убираться отсюда. Что с вами, капитан? Боже мой! Боже мой, что с ним? Джим, позови доктора. Сейчас, сейчас, матушка. Потерпите, капитан. Потерпите, сейчас вам станет легче. Что случилось? Доктор, помогите. Что нам делать? Капитану совсем плохо. Ну, конечно, у него удар. Джим, подержи таз. Слушаю. Необходимо кровопускание. Тихо, спокойно, спокойно. Спокойно. Где чёрный пёс? Здесь нет никакого пса. Вы пили слишком много рому. И ехать, видит бог без всякой охоты, вытащил вас из могилы. Так помните, второго удара вам не пережить. Слово «ром» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. В постели лежать неделю. «Джим, послушай, ты один здесь что-нибудь стоишь, гром и молния. Неделю. Если я буду лежать неделю, они успеют прислать мне чёрную метку. Джим, ты видел сегодня того моряка? Чёрного пса? Да, он очень нехороший человек. Но те, кто его прислал, ещё хуже, чем он. Слушай, Джим, если мне не удастся отсюда убраться, и они пришлют мне чёрную метку, зная, что они охотятся за моим сундуком, тогда садись на коня и скачи во весь дух к этому проклятому доктору и скажи ему, чтобы он свистал всех наверх, всяких там присяжных, судей, и накрыл бы всю шайку старого флинта. Всех до того, сколько их ещё осталось в живых. Я был первым штурманом у старого флинта, и я один знаю, где находится то место. Он сам мне всё передал, когда лежал при смерти. Но ты ничего не делай, пока они не пришлют мне чёрную метку, или пока ты снова не увидишь чёрного пса или моряка с одной ногой. Этого одноногого, Джим, остерегающего больше всего... А что такое чёрная метка, капитан? Субтитры создавал DimaTorzok Не скажет ли какой-нибудь благодетель бедному слепому, потерявшему драгоценное зрение во время храброй защиты своей Родины? В каком месте находится он в настоящее время? Вы находитесь возле трактира адмирал Бенбоу в бухте Чёрного холма, добрый человек. Я слышу молодой голос. Дайте мне руку, добрый молодой человек, и проведите меня в этот дом. Извольте. А теперь веди меня к капитану. Сэр, честное слово, я боюсь. Ай, боишься, вот как. Ну-ка веди меня сейчас же, или я сломаю тебе руку. Сэр, я боялся не за себя, а за вас. Ага. Капитан теперь не такой, как всегда. Он сидит с обнажённым кортиком. Ха! Один джентльмен уже приходил к нему и... Ну, ну, живо марш. Веди меня прямо к нему, и когда он увидит меня, крикни. Вот ваш друг Билли. И если не крикнешь, я тебе вот что сделаю. Ну, кричи. Вот ваш друг Билли. А, это ты, Бью? Ничего, ничего, Билли. Сиди, где сидишь. Я не могу тебя увидеть, но слышу, как дрожат твои пальцы. Дело есть дело. Протяни свою правую руку. Мальчик, возьми его правую руку и поднеси к моей правой руке. Ну, вот. Дело сделано. Чёрная метка. Вот она. В 10 часов они придут сюда за сундуком. Осталось шесть. Но мы ещё им покажем. Я сразу кинулся к нему, но было поздно. Капитан скоропостижно скончался от удара. Боже мой! Что нам теперь делать? Дорогая матушка, нам нельзя медлить ни минуты. Мы очутились в трудном и очень опасном положении. И я рассказал матери о капитане, о его сундуке, обо всём, что я только что узнал. Нельзя было оставить мать одну без всякой защиты, и мы отправились за помощью в ближайшую деревню. Но когда люди узнали, что события, происшедшие в трактире, связаны с именем Флинта, испугались и наотрез отказались отправиться вместе с нами. Лишь один парень сел на коня и поскакал к начальнику королевской таможни. Джим, мой мальчик, нам придётся вернуться. Мы откроем сундук капитана и возьмём деньги, ведь они принадлежат нам по закону. Ведь он за всё время не уплатил нам ни фартинга. Ты остался сиротой, и я обязана о тебе позаботиться, Джим. Ты права, матушка. Пойдём. Закрой засов. Опусти шторы, Джим. Они могут следить за нами через окно. А теперь надо найти ключ от сундука. Наверное, он носил его с собой. Тссс. Скорей поднимемся наверх, в комнату капитана. Дай мне ключ. Вот его сундук. Костюм. Жестяная кружка. Квадрант. Пистолеты. Компас. Нет, матушка, здесь нет ничего ценного. Вот только слиток серебра. А здесь холщовый мешок. А, тут, наверное, деньги. И какой-то пакет, пакет, завёрнутый в клеёнку. Завёрнутый в клеёнку. Свеча осталась у пустого сундука. Я отворил дверь, и мы вышли на дорогу. Луна ослепительно озаряла холмы. Туман быстро рассеивался. Мы ещё были в нескольких шагах от трактира, как вдруг мы обернулись и увидели прыгающий и приближающийся огонёк. Кто-то нёс фонарь. Милый, бери деньги и беги. Я чувствую, что сейчас упаду в обморок. Вот теперь нам совсем конец. Мама, мама, я тебя очень прошу. Соберись силами. Нам надо спрятаться под этот мостик. Ломай дверь! Открыто! Странно, дверь открыта. В дом! В дом! Билли! Билли валяется на полу мёртвый! Ну, обыщите его, подлые лодыри! Остальные наверх за сундуком! Эй, Пью! Здесь уже успели побывать раньше нас. Кто-то перерыл сундук сверху донизу. Бумаги Флинта на месте. Бумаг не видать. Нас ограбили. Ограбили, наверное, этот щенок. Жаль, что я не выколол ему глаза. Когда я хотел войти, дверь была закрыта на засов. Они были здесь совсем недавно. Ищите же их, ребята! Ищите во всех углах! Ищите! Ё, не стань бездаваться! А ну вот, дождались! Мотайте отсюда, а то всех накрою! Джонни! Чёрный пёс! С протянутыми руками Пью повернулся и побежал к придорожной канаве, в которую не замедлил скатиться. Но сразу же поднялся и, окончательно потерявшись, выкарабкался опять на дорогу, как раз под ноги коню, скакавшему впереди всех. Верховые остановились, перепуганные пришедшим несчастьем, и я сразу узнал скакавшего сзади всех подростка из деревни, который вызвался съездить за таможенными стражниками. Матушку мою отнесли в деревню и привели в чувство. Я оставил её и по совету начальника стражи отправился к самым уважаемым людям наших мест, судье доктору Ливси и Сквайру Треллани. Через короткое время я сидел в кабинете доктора Ливси, который вместе со своим другом Сквайром Треллани коротал вечер у камина. Я рассказал им всё. Сквайр Треллани? Пока мы с вами здесь курили, произошли важные события. Один из самых гнусных злодеев не существует. Джим Хоккинс, я вижу, ты малый не промах, а? О, да. Значит, то, что они искали, находится здесь у тебя, Джим? Да, сэр. Вот оно. Ну, сквайр! Ну, доктор! В одно слово. Надеюсь, вы слышали об этом Флинте? Вы спрашиваете, слышал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный пират из всех, какие когда-либо плавали по морю. Чёрная борода перед Флинтом младенец. Но вот вопрос. Были ли у Флинта деньги? Деньги? Ну, чего же они могли искать, эти злодеи, если не деньги? Ради чего они стали бы рисковать своей шкурой? Предположим, в этом пакете находится ключ, с помощью которого можно узнать, где Флинт спрятал свои сокровища. Велики ли эти сокровища? Велики ли? Так слушайте, если только в ваших руках ключ, о котором вы говорите, я немедленно снаряжаю подходящее судно, беру вас и Хокинса и еду добывать это сокровище. Отлично. Давайте вскроем пакет. Так, посмотрите. Тетрадь. И запечатанный конверт. Ну, давайте при всё посмотрим тетрадь. Какие-то каракули. Удачи Билли Бонсу. Мистер Бонс штурман. Довольно Рому. Напалле Ки. Он получил всё, что ему причиталось. Нет, ну из этой страницы ничего не выжмешь. Я ничего не могу понять. Подождите. Всё ясно, как день. Перед нами приходная книга пирата Бонса. Вот крестиками заменяются названия потопленных кораблей и ограбленных городов. Цифры означают его долю в общей тобыче. Правильно. Вот что значит быть путешественником. Правильно. Конверт был запечатан в нескольких местах. Доктор Ливси осторожно сломал печати, и на стол выпала карта какого-то острова с указанием широты и долготы с названиями холмов, заливов и бухт. Вообще здесь было всё, что может понадобиться, чтобы без всякого риска подойти к неведомому острову и бросить якорь. Остров имел 9 миль в длину и 5 в ширину. Он напоминал жирного дракона, ставшего на дыбы. Там было две гавани и холм посередине, названный подзорная труба. Резче всего в глаза бросались три крестика, сделанные красными чернилами. Рядом было написано. Главная часть сокровищ здесь. Главная часть сокровищ здесь. Высокое дерево на склоне подзорной трубы, направление к северу от северо-востока. Остров скелета В, Ю, В и на В. В, Ю, В. В, Ю, В. Десять футов. Так. Слитки серебра в северной яме. Отыщешь её на склоне восточной возвышенности в десяти сожжениях к югу от чёрной скалы, если стать к ней лицом. Чёрной скалы. Оружие найти легко в песчаном холме на северной оконечности северного мыса. Держись на восток и на четверть румба к северу. Джи-Эф. Джордж Флинт. И всё? Ничего не понятно? Ливси, вы должны немедленно бросить вашу жалкую практику. Завтра я еду в Бристоль и через три недели... Нет. Через десять дней у нас будет лучшее судно, сэр. И самая отборная команда. Хоркинс пойдёт юнгой. Из тебя выйдет прекрасный юнга, Джим. Благодарю вас, сэр. Вы, Ливси, судовой врач. А я, я адмирал. Мы возьмём с собой слуг Редрунта, Джойса и Хантера. Попутный ветер быстро домчит нас до острова. Отыскать там сокровища не составит никакого труда. Мы отберём их у пиратов. Трелони, я еду с вами. Ручаюсь, что мы с Джимом оправдаем ваше доверие. Но есть один человек, на которого я боюсь положиться. Кто он? Назовите этого пса, Ливси. Это вы. Да-да, вы. Потому что вы не умеете держать язык за зубами. Не мы одни знаем об этих бумагах. Поймите, разбойники, которые сегодня вечером разгромили трактир, сделают, конечно, всё, чтобы завладеть сокровищами. Мы нигде не должны показываться поодиночке, пока не отчалим от берега. Я останусь здесь с Джимом до отъезда. Вы, Трелони, берите Джойса и Хантера и отправляйтесь с ними в Бристоль. И самое главное, мы никому не должны говорить о нашей находке. Да-да, Ливси, вы всегда правы. Я буду нем, как могила. Письмо из Бристоля от Джона Трелони. Корабль куплен и снаряжён. Стоит на якоре, готовый выйти в море. Лучше нашей шхуны и представить себе ничего невозможно. Управлять ею может даже младенец. Название её Испаньола. Корабль я достал без труда. Каждый в Бристоле старался помочь мне. Стоило только намекнуть, что мы отправляемся за сокровищем. Значит, Сквайр всё-таки проговорился. К сожалению, Джим. Так, дальше. Нашёлся для нас отличный капитан. Гораздо больше пришлось мне повозиться с подбором команды. Но судьба смилостивилась надо мной. И я встретил человека, который сразу устроил мне всё это дело. Это старый моряк, долговязый Джон Сильвер. У него нет одной ноги. Сейчас он живёт на суше и содержит таверну. Но хочет снова отправиться в море и ищет место судового повара. Я думал, что нашёл Кока, а оказалось, что с помощью Сильвера я нашёл целую команду из настоящих, опытных, просоленных океаном моряков. Не теряя времени, мчитесь в Бристоль. Вот и ты, Джим. Теперь вся команда в сборе. Сэр Трелани, а когда мы отплываем? Мы отчаливаем завтра. Но дел ещё много. Джим. Да, сэр. Сбегай за нашим Коком в таверну подзорная труба. Вот записка. Слушаю, сэр. Мистер Сильвер, сэр. Да, мой мальчик. Меня зовут Сильвер. А ты кто такой? Вам письмо от сквайра Трелани. Понимаю. Ты наш новый юнга. Да, сэр. Очень приятно. Рад тебя видеть. В это мгновение какой-то человек, сидевший в дальнем углу, внезапно вскочил с места и кинулся к двери. Но торопливость его привлекла моё внимание, и я с одного взгляда узнал его. Сидите его! Это Чёрный Пёс! Как его зовут? Ты сказал Чёрный. Как дальше? Пёс, сэр. Разве мистер Трелани не рассказывал вам о разбойниках? Чёрный Пёс из их шайки. Что, в моём доме? Эй, Гарри! Да, сэр! Догони его! Есть, сэр! А теперь попробуем вспомнить. Чёрный Пёс. Чёрный Пёс. Нет. Никогда не слыхал о таком. И всё же как будто я его где-то видел. Он! Да, да. Он нередко заходил сюда с каким-то слепым нищим. Да, да, со слепым. Я и слепого этого знал. Его звали Пью. Верно, Пью. Именно так его и звали. Хорошо, если Гарри поймает этого негодяя. Он... Он удрал, сэр. Скрылся в толпе. А деньги за три кружки? А деньги? Вот дьявол. Про деньги-то я и забыл. Ха-ха-ха. Я хоть и стар, а какого разыграл морского телёнка? Ха-ха-ха. Я вижу, Хокингс, мы с тобой будем хорошей парой. Ведь я и сейчас юнга в душе. Однако дело есть дело. Пойдём с тобой к капитану Трелони доложить обо всём, что случилось. Дело-то ведь серьёзное, Хокингс. И надо сознаться, ни мне, ни тебе оно чести не приносит. Ни тебе, ни мне. Ни тебе, ни мне. Встреча с чёрным псом в подзорной трубе пробудила все мои прежние подозрения, и я внимательно следил за поваром. Да, вот так оно и было, сэр Трелони и сэр Ливси. Не правда ли, Хокингс? Точно так и было. Очень жаль, что этому чёрному псу удалось убежать. Да, ну что же делать? Сильвер, команде быть на корабле к четырём часам дня. Есть, сэр! Самотоха продолжалась всю ночь. Мы перетаскивали вещи с места на место, и я уже устал, как собака. Впрочем, если бы даже я устал вдвое больше, я и то не ушёл бы с палубы. Всё было ново и увлекательно для меня. Я жадно рассматривал старых моряков с серьгами в ушах, с просмалёными косичками, с шикарной морской походкой в развалочку. Если бы вместо них мне показали королей или архиепископов, я обрадовался бы гораздо меньше. Пироякорь! 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 На фалах генералах! Гафеля горделях! Дерех в фалах! Топсиль в шкотах и оттяжках! Паруса подняк! Эй, окорок! Долговязый Джон, затяни-ка песню. Старую. Ладно, ребята. По морям и океанам Жлая нас ведет в звезда Вроде мы по разным странам Вереги не бьем гнезда Стала нашим капитаном Черная, как ночь, вражда С чего нам унывать? Нам нечего терять Море поет, море зает, смело берет Я не смею, разворачивай парус Йо-хо-хо, веселись, как черт Одни убиты пулями, другие схватила старость Йо-хо-хо, все равно забор Ветер раздул паруса, земля отступила Прибрежные корабли стали удаляться Испаньола начала свое плавание К острову сокровищ Плавание проходило нормально Хотя пришлось перенести бурю Которая только подтвердила достоинства Испаньолы Команда казалась довольной, да и неудивительно Сквайр Трелани пользовался всяким предлогом, чтобы выдать матросам двойную порцию грога На палубе всегда стояла бочка с яблоками, чтобы каждый желающий мог лакомиться ими, когда ему вздумается Из всего этого баловства ничего хорошего не выйдет Это их только портит Мы шли уже много дней Согласно вычислениям, нам оставалось плыть менее суток Море было спокойное Испаньола неслась вперед Когда зашло солнце и работа моя была кончена Я, направляясь к своей койке, вдруг подумал, что неплохо было бы съесть яблоко Быстро выскочил я на палубу Оказалось, что в бочке всего одно яблоко, и чтобы достать его, мне пришлось влезть в бочку И вдруг Я услышал Голоса Нет, нет, не я Капитаном был Флинт, а я был квартирмейстером, потому что у меня нога деревянная Я потерял ногу в том же деле, в котором старый Пью потерял свои иллюминаторы Некоторые пираты меняют название своих кораблей Глупости это Еще скорее попадаются Вот Флинт Никогда не менял прозвище своего корабля Морж 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 насквозь был пропитан кровью А золота на нем было столько, что он чуть не пошел ко дну Я лежал на дне бочки и вслушивался, задыхаясь от страха и любопытства С первых же слов я понял, что жизнь всех честных людей на корабле находится у меня в руках Скажи, Окорок Ну? Долго мы будем вилять, как маркетанская лодка? Не понимаю Клянусь громом, мне досмерти надоел капитан Довольно ему мной командовать Я хочу жить в капитанской каюте Мне нужны их неразносолые вины Хэнс, твоя башка очень недорого стоит Потому что в ней никогда не бывало мозгов Но слушать ты можешь Уши у тебя длинные Так слушай Ты будешь спать по-прежнему в кубрике Ты будешь есть грубую пищу Ты будешь послушен И ты не выпьешь ни капли вина до тех пор, пока я не скажу тебе нужного слова Во всем положись на меня, сынок Грозишь, я отказываюсь, я только спрашиваю, когда? Когда? Ладно, я скажу тебе когда Как можно позже Вот когда Капитан Смоллетт, первостепенный моряк Для нашей же выгоды ведет наш корабль У Сквайра Трелони и доктора Ливси имеется карта Ну разве я знаю, где они прячут ее? И ты тоже не знаешь Так вот, пускай и Сквайр и доктор найдут сокровище И помог нам погрузить его на корабль А вот тогда мы посмотрим Будь добр, пойди достань мне, пожалуйста, яблоко У меня вроде как бы горло пересохло Принеси яблочко Можете себе представить мой ужас Я бы выскочил и бросился бежать, если бы у меня хватило сил Но ноги и руки сразу отказали мне служить Дик уже встал И что тебе за охота сосать эту гниль, Джон? Дай-ка нам лучше Рому Дик, я доверяю тебе Но учти, что на бочонке есть деление Вот тебе ключ, нацеди кружку и принеси Как только Дик отошел, Хэнс начал шептать что-то Сильверу на ухо Я расслышал всего два-три слова, но и этого было достаточно Никто из остальных не соглашается Значит, на корабле остались еще верные люди Вот, Ром, молодец Молодец, мой мальчик За удачу За старика Флинта За ветер добычи, за ветер удачи Чтоб сражили мы веселее и богаче И богаче В бочке стало светло Взглянув вверх, я увидел, что поднялся месяц Посеребрив Крюис Марс и вздувшийся Фокзейл Земля! 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 Ура! Капитану спорту! Ура! Капитану спорту! Ничего не было странного в том, что все закричали «Ура!», но прозвучало оно так сердечно и дружно, что, признаюсь, я едва мог в ту минуту поверить, что эти самые люди собираются всех нас убить. Доктор, мне нужно с вами поговорить. Пусть капитаны Сквайра опустятся в каюту, а потом под каким-нибудь предлогом вы позовёте меня. Я сообщу вам ужасные новости. Хорошо. Спасибо, Джим. Я никогда бы этому не поверил, но я слышал собственными ушами. Джим, ты принёс нам страшные вести. Ой, капитан, вы были правы. Признаю себя ослом и жду ваших распоряжений. Я такой же осёл, сэр. В первый раз я вижу команду, которая собирается бунтовать, а ведёт себя послушно и примерно. Она перехитрила меня. Капитан, перехитрил вас Джон Сильвер. Он удивительный человек. Да, и ему удивительно пристало бы болтаться на рее. Но все эти разговоры теперь ни к чему. Отступление нам отрезано, и мы должны продолжать всё, что начали. У нас ещё есть время, по крайней мере, до тех пор, пока мы отыщем сокровища. Рано или поздно нам придётся вступить с этой шайкой в бой. И я предлагаю напасть на них первыми. Врасплох, когда они меньше всего будут этого ждать. Среди команды остались ещё верные люди, и мне кажется, мне кажется, мы можем на них положиться. Да, джентльмены. Соблюдать осторожность и ждать. Вот всё, что я могу предложить. Больше всего пользы в настоящее время может принести нам Джим. Почему? Матросы его не стесняются, а Джим мальчик наблюдательный. Да-да, Хокинс, мы вполне на тебя полагаемся. Признаться, я очень боялся, что не оправдаю их доверие. Но обстоятельства сложились так, что Джиму действительно довелось спасти им жизнь. А пока что из 26 человек команды можно было положиться на семерых. Если считать только взрослых, их было шестеро против девятнадцати. Вы замечаете, сэр, что творится с командой? Да. Они грубят меня на каждом шагу. Если я отвечу, нас разорвут в клочки. Если я не отвечу, на это могут обратить внимание. Мне кажется, теперь мы можем полагаться только на одного человека. На кого, сэр? На Сильвера. Да-да, он не меньше нас с вами хочет их унять. Если ему дать возможность, он уговорит их не бунтовать раньше времени. Я предлагаю дать ему эту возможность. Нужно отпустить матросов на берег. Если они сойдут на берег все вместе, мы захватим корабль. Правильно. А если никто из них не сойдет, мы закроемся в каюте и будем защищаться. Ну что ж, будь по-вашему. Ребята, вам здорово пришлось поработать. И все мы ужасно устали и сдергались. Я думаю, прогулка на берег никому не повредит. Шлюпки спущены. Кто хочет, пускай отправляется в них на берег. Ура! За полчаса до захода солнца я выстрелю из пушки. Смолет поступил очень разумно, но он сразу ушел, предоставив Сильверу распоряжаться. Все было ясно, как день. Капитаном стал Сильвер, и у него была команда мятежников. Эй, тише! Хэнс, и вы пятеро останетесь на корабле. Есть, капитан. А остальные вместе со мной сядут в шлюпки. Живо! Ура, капитан! Вот тут-то и решился я вдруг на первые из отчаянных поступков, которые впоследствии спасли нас от смерти. Ведь мы не можем захватить корабль, раз Сильвер оставил на борту шестерых своих разбойников. Нужно отправиться на берег. В одно мгновение я перелез через борт и свернулся калачиком на носу ближайшей шлюпки. Это ты, Дзюм? Да, Сэр Дзюм. Дзюм, голову пониза. А кто это на той шлюпке? А? Шим! Ты почему здесь? И тут я пожалел, что не остался на корабле. Шлюпки помчались к берегу на перегонки. Наш оказался проворный. Едва нос нашей шлюпки коснулся берега, я ухватился за ветку, выскочил и кинулся в лесную чащу. Шим! Шим! Ну, тут они меня не найдут. Здесь можно укрыться. Моё положение было отчаянным. Разве я смелюсь, когда выпалит пушка, сесть в шлюпку вместе с этими разбойниками? Разве любой из них, увидев меня, не свернёт мне шею? Всё кончено. А? Прощай, Испаньола. Прощайте, Сквайр, доктор, капитан. Я погибну либо от голода, либо от бандитской пули. Медведь? Медведь? Обезьяна? Это же человек. Эй. Кто вы такой? Бен Ганн. Бен Ганн. Я несчастный Бен Ганн. А как тебя зовут? Джим. Три года я не разговаривал ни с одним человеком. Три года? Вы что, потерпели крушение? Нет, Джим. Меня бросили тут на острове. Я думаю, человек способен жить везде, куда бы его ни закинули. Питаюсь козлятиной, но если бы ты знал, если бы ты знал, как стосковалось моё сердце по-настоящей, по человеческой еде. Скажи, нет ли у тебя с собой кусочка сыра? Нет? Да нет. Нет. А я много долгих ночей вижу во сне сыр на ломтике хлеба. Просыпаюсь, а его нет. Бен, если мне удастся вернуться к себе на корабль, вы получите целую головку сыра. Знаешь, Джим, ты знаешь, ведь я же сделался богачом теперь. Да-да, богачом, богачом. Несчастный, видно, сошёл с ума в одиночестве. Я тебе говорю, я же тебе говорю богачом. Слушай, слушай, Джим, я из тебя сделаю человека. Ты будешь благословлять судьбу, что ты первый нашёл меня. Скажи мне правду, Джим, не Флинт или это корабль? Нет, Флинт умер, но на корабле его друзья. И для нас это большое несчастье. А нет ли у вас одноногого? Сильвера. Да-да, именно он. Его звали Сильвером, да? Он у нас кок и верховодит всей шайкой. Но если ты подослан им, то я же пропал. Вы не должны меня бояться. Я успокоил его и рассказал и о нашем путешествии, и о трудном положении, в котором мы оказались. Он слушал меня с глубоким вниманием. И когда я кончил, он погладил меня по голове. Да ты славный малый, Джим. Но теперь вы все завязаны мёртвым узлом. Ну, ладно. Ладно, положитесь на Бена Гана, и он выручит вас. Вот увидишь. Скажи, скажи, как отнесётся ваш капитан к человеку, который выручит его из беды? Ты... Сквайр самый щедрый человек на всём свете. Ну, да, так-то оно так. Но я хочу знать, согласится он дать мне, ну, хотя бы одну тысячу фунтов из тех денег, которые... которые без того мои, и доставить меня домой. Конечно. Он всё это сделает. Тогда слушай. Я открою тебе страшную тайну. Я был на корабле Флинта. Флинта? Да. Когда он взрывал сокровища. С ним были шестеро моряков. А вернулся на Старый Морж он один. Как Флинт расправился с моряками, никто из нас никогда не узнал. Три года назад я плыл на другом корабле. И мы увидели этот остров. Я сказал, ребята, сойдёмте на берег и поищем сокровища Флинта. Мы долго искали, но ничего не нашли. Они меня ругали и сказали так. Вот тебе, мушкет, вот тебе заступ и лом. Оставайся здесь и разыскивай денежки Флинта и уплыви. Из того, что вы меня тут толкуете, я не понял почти ничего. Но, впрочем, это сейчас и не важно, потому что я всё равно не знаю, как попасть на корабль. О, да, 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 плохое твоё дело. Ну, знаешь, ну, ладно. У меня есть лодка. Лодка? Да. Я смастерил её сам. Она спрятана вон там, под белой скалой. Когда станет темнее, попробуй добраться на ней до корабля. А? Что? Что это там такое? Там идёт бой. Скорее, за мной. Смотри, Джим, твои друзья подняли над крепостью свой флаг. Это, наверное, пираты. Никогда. Что ты, Джим, Сильвер поднял бы чёрный пиратский флаг с щепом. Уж положись на меня, я в этих делах понимаю. Там твои друзья, это точно. Мы же слышали выстрелы. Должно быть, у них была схватка, и твои высадились на берег и заняли крепость. Вон там, за чистоколом, её Флинт построил много лет назад. Ну что ж, раз за чистоколом свои, нужно идти туда. Нет. Нет, я не пойду. Я не пойду. Бенган не промах. Никакой выпивкой меня туда не заманишь. Я должен увидеть твоего капитана. Понимаешь? Но пусть он сам найдёт меня. Пускай он раньше даст мне своё честное слово. Я ухожу. Ухожу. А когда, когда, Бенган, вам понадобится вот ты, Джим, ты знаешь, где его найти? Вот там. Там, где мы с тобой встретились. Слышишь? Там. Там, где мы с тобой встретились. Там, где мы с тобой встретились. Бенган оказался прав. Всё произошло так, как он предполагал. После тяжёлого боя с пиратами, друзья Джима во главе с капитаном Смоллетом действительно заняли крепость. Однако ядра с корабля ложат всё ближе. Но я думаю, когда стемнеет, обстрел прекратится. Капитан Смоллет, доктор Ливси, это я, Джим! Мальчик, он жив! Джим! Джим, скорей сюда! Осторожнее. Перелезай через частокол. Джим! Дорогой Джим, мы рады тебя видеть живым и невредимым. Что случилось? Видишь ли, Джим, оставаться на корабле было очень опасно. Лишь один из матросов, Грей, перешёл на нашу сторону. Остальные не решили вступить с нами в бой. Ну и мы погрузили на шлюпку продовольствия, оружие и переправились на берег к тому месту, которое обозначено на карте словом «частокол». Крепость, как ты видишь, оказалась надёжной. Но, увы, мы потеряли корабль. Ну, а что было с тобой, Джим? Мои друзья с интересом выслушали рассказ о моих приключениях в лесу и о встрече с Беном Ганом. А, и этот Бен Ган наверняка знает, где зарыто сокровище. А на него можно положиться? Не знаю, сэр. Я не совсем уверен, что голова у него в порядке. Во всяком случае, нам нужно будет его повидать. Так, сейчас дело во времени. Каждый раз, вступая с пиратами в перестрелку, нужно тщательно беречь наших людей и помнить, что у нас есть два надёжных союзника – Ром и Климат. Да-да, если им не удастся укокошить нас сразу, они будут рады бросить остров и вернуться на шхуну. У них есть корабль, и они всегда могут заняться своим старым ремеслом – морским разбоем. Это первый корабль, который мне пришлось потерять. Эй! Двое идут сюда с белым флагом! Ого! Сам Сильвер, собственные персоны. Все по местам! Держу пари, что они затевают какую-то хитрость. Кто идёт? Стой или буду стрелять! Белый флаг! Отряд доктора на вахту к бойницам. Доктор Ливси, займите северную стену. Хорошо. Джим, восточную! Есть, сэр! Грай, западную! Есть, сэр! Под вахтенным заряжать мушкеты! Живее! Слушаю, сэр! И будьте внимательны! Что вы хотите от нас? Отвечайте! Капитан Сильвер, сэр, хочет подняться к вам на борт и заключить с вами договор. Капитан Сильвер? Я такого не знаю! Кто это? Вот как! Уже капитан! Быстрое повышение в чине! Это я, сэр! Эти бедняги выбрали меня капитаном после вашего дезертирства, сэр! Мы готовы вам подчиниться опять, но, конечно, на известных условиях. А пока дайте мне честное слово, капитан Смолин, что вы отпустите меня отсюда живым и не начнете стрельбу, прежде чем я не отойду от чистокола! У меня нет никакой охоты разговаривать с вами, но если вы хотите говорить со мной, ступайте сюда! Однако, если вы замышляете предательство, то потом пеняйте на себя! Капитан Смолин. Этого достаточно, капитан. Одного вашего слова достаточно. Я настоящего джентльмена, капитан, сразу признаю, будьте уверены. К делу, к делу, любезный. Говорите, зачем вы пришли? Правильно, правильно, капитан Смолин. Дело прежде всего. Одним словом, вот что. Мы хотим достать сокровища, и мы их достанем. Это наша цель. А вы, конечно, хотите спасти свою жизнь, и это ваша цель. Ведь у вас есть карта, не правда ли? Весьма возможно. Я наверняка знаю, что она у вас есть. И почему вы говорите со мной так сухо? Это не принесет вам пользы, капитан, нет. Нам нужна ваша карта, вот и все. А лично вам я не желаю ни малейшего зла. Ну, хорошо, перестаньте, любезный. Вы не на того напали. Нам в точности известно, каковы были ваши намерения. Но это нас нисколько не тревожит, потому что руки у вас оказались короткие. Не будем спорить. Вот наши условия. Погрузив сокровища, мы позволяем вам вернуться на корабль. И я даю вам честное слово. Да? Да, честное слово, капитан. Что высажу вас в целости где-нибудь на берег. Или второй выход. Мы оставим вас здесь, на острове. Провизию мы поделим с вами поровну. И я обещаю послать за вами первый встречный корабль. Вот и все, выбирайте. И это все? Все. Это мое последнее слово. Клянусь громом. Если вы откажетесь, вместо меня будут говорить наши ружья. Отлично. А теперь послушайте меня. Слушаю. Если вы все придете ко мне сюда, безоружные, поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы и передать справедливому суду. Так. Но если вы не явитесь, то помните, не будь я, Александр Смоллет, если я не отправлю вас всех в преисподнюю. Сокровищ вам не найти. Вы крепко сели на мель, капитан Сильвер, и не скоро сойдете с нее. Это последнее доброе слово, которое вы слышите от меня. А теперь убирайтесь отсюда, любезный. Да поторапливайтесь. Фу. В таком случае вы для меня вот как этот плевок. Через час я буду пить ром в крепости. Что вы говорите? Смейтесь. Разрази вас гром. Смейтесь. Через час вы будете смеяться на том свете. А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Приятели, смелее разворачивай парус. Йо-хо-хо, веселись, как чёрт. Одни рубиты пулями, других скосила старость. Йо-хо-хо, всё равно за вас. Атаку, а Чистокол бейте. Не пускать их за Чистокол. На вылазку. Вперед в рукопашную. Кортики. Джим. Да, сэр. Беги вокруг дома. Вокруг дома. Машинально подчиняясь команде, я повернул к востоку с поднятым кортиком, обогнул угол дома и сразу встретился лицом к лицу с пиратом Эндерсом. Ах, вот ты мне и попался. Кортик пирата взвился над головой Джима. Уклоняясь от удара, Джим отскочил в сторону, оступился в мягком песке и покатился вниз головой. Пираты лезли уже через Чистокол. Стреляйте! Стреляйте из крепости! Ага, не выдержали, побежали. Доктор Лиси, сюда, на помощь! Капитан Смолит ранен. Все, все убежали. Все, кто мог. Но пятерым уже не бегать никогда. Осаждённые могли спокойно перевязать раненых и готовить обед. Трелуни и Лиси уселись возле капитана и стали совещаться. Затем доктор взял шляпу и пистолеты, прицепил к поясу кортик, положил в карман карту, повесил себе на плечо мушкет и, выйдя из крепости, быстро исчез в чаще. Что за чертовщина? Уж не спятил ли доктор Лиси, а, Джим? Не думаю, Грей. Из нас всех он спятит последних. Пожалуй, что и так. Но если он в здравом уме, значит, я сумасшедший. Просто у доктора есть какой-то план. По-моему, он пошёл повидаться с Беном Ганном. Вы можете назвать меня глупцом, но я стал готовиться к бегству. Я шёл на отчаянный риск. Однако я принял все меры предосторожности, какие были в моей власти. План мой был, в сущности, не так уж плох. Я хотел отыскать белую скалу, которую я заметил вчера вечером, и посмотреть, не под ней ли Бен Ганн прячет свою лодку. Дело это было, по-моему, стоящее. Но я знал наверняка, что меня ни за что не отпустят, и решился бежать тайком. Я шёл по берегу, наслаждаясь прогулкой. Наконец, решив, что я зашёл уже достаточно далеко на юг, я осторожно пополз под прикрытием густых кустов вверх на хребет косы. Но вот морской ветер, как бы утомившись своей собственной яростью, утих, испаньола вся от вершины мачты до ватер-линии с повисшим чёрным флагом отражалась в воде, как в зеркале. Туман сгустился, быстро темнело. Нельзя терять ни минуты, если я хочу найти лодку сегодня. Была уже почти ночь, когда я коснулся руками шершавых боков скалы. Под ней находилась небольшая ложбина, поросшая зелёным мохом. В её глубине я увидел шатёр из козьих шкур. Я спустился в ложбину, приподнял край шатра. Вот она! Лодка Бенегана! Я задумал, пользуясь ночной темнотой, подкрасться к испаньоле и перерезать якорный канат. Пусть течение выбросит её на берег, где угодно. Я был убеждён, что разбойники собираются сняться с якоря и уйти в море. Этому надо помешать, пока не поздно. Якорный канат был натянут, как тетива. С такой силой корабль стремился сорваться с якоря. Я вовремя догадался, что если сразу перерезать канат, он ударит меня с силой лошадиного копыта, челнок мой перевернётся, и я пойду ко дну. Но когда ветер изменил направление, и шхуна двинулась ко мне, канат ослабел, и я одним сильным ударом перерезал его. Испаньола медленно повернулась вокруг собственной оси, увлекаемой течением. Я грёб изо всех сил каждое мгновение, ожидая, что меня опрокинет. Но шхуна тянула мой челнок за собой, и я никак не мог расстаться с ним. И всё-таки мне это удалось. Однако тут в руки мне попался конец висевшего на корме каната, и я тотчас же ухватился за него. Огромная волна залила челнок. Гусплит навис у меня над головой. Я ухватился рукой за утлигарь, и нога моя попала между штагом и брасом. Замирая от ужаса, я повис в воздухе и, перебирая руками, подтянулся на канате. Шхуна потопила мой челнок. Теперь мне не уйти с испаньоны. Я забрался на бушприт, пополз и свалился на палубу. Когда я поднялся на ноги, я не увидел ни одной живой души. Внезапно руль сделал поворот, грот-то гик откинулся в сторону, и я увидел корму. На досках палубы лежали два пирата. Наверное, во время пьяной схватки они закололи друг друга. Мистер Хэнс, что с вами? Брэнди. Сейчас, сэр. Клянусь громом, это-то мне и было нужно. Сильно ранены? Будь здесь доктор, я бы живо поправился. А этот прыщелыга помер. Никудышный был моряк. А ты откуда взялся? Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, мистер Хэнс. Считайте меня своим капитаном. Между прочим, мистер Хэнс, мне не нравится этот черный флаг. Если позволите, я спущу его. Лучше совсем без флага, чем с этим. Долой капитана Сильвера! Я полагаю, я полагаю, капитан Хокинс, что вы были бы не прочь добраться до берега. Давайте поговорим об этом. Отчего же? Я с большим удовольствием. Без моих указаний тебе с этой шхуной не справиться. Послушай, дай мне поесть и попить. Перевяжи рану старым шарфом или платком, и за это я покажу тебе, как управлять кораблем. Согласен? Только знайте, что я хочу везти корабль в Северную бухту и там спокойно пристать к берегу. Ладно, ладно. Разве я такой идиот? Разве я не понимаю? Я отлично понимаю, что я сделал свой ход и промахнулся. И что выигрыш твой. Клянусь громом, я помогу тебе везти корабль хоть к самому помосту моей виселицы. Ваши слова не лишены смысла. Договорились? О, Джим! Джим, мальчик мой, я хочу попросить тебя спуститься в каюту и принести мне... Чёрт побери, я забыл, что мне нужно. Да, принести мне бутылочку вина, Джим. Этот бренди слишком крепок для меня. Вина? Отлично. Ну, какого? Белого или красного? Ну, всё равно, приятель, всё равно, лишь бы покрепче, да побольше. Ну, хорошо, я принесу вам портвейну, мистер Хэнс, но придётся его поискать. Я сбежал вниз, потом снял башмаки, прокрался в кубрик и стал наблюдать за Хэнсом. И самые худшие мои подозрения вполне подтвердились. Принёс? Да, сэр. Твоё здоровье, мой мальчик. Ай, Джим, Джим. Отрежь мне кусочек табаку, а то у меня нет ножа, да и сил не хватает. Да, долго я не протяну. Скоро, скоро быть мне на том свете, мой мальчик. Ладно, отрежу, но на вашем месте я бы покаялся перед смертью. Покаялся? В чём? Как в чём? Вы изменили своему долгу. Вон у ног ваших лежит человек, убитый вами, а вы спрашивайте меня, в чём покаяться. Я говорил горячее, чем следовало, так как думал о кинжале, спрятанном у него за пазухой и о том, что он задумал убить меня. Тридцать лет. Тридцать лет я плавал по морям. Видел плохое и хорошее, и штили, и шторм, и голод, и поножовщина, и мало ли что ещё. Но, поверь мне, ни разу не видел я, чтобы добродетель приносил человеку хоть какую-нибудь пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мёртвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь. Ну, довольно болтать чепуху. Служим мою команду, капитан Хокинс, и мы с тобой поставим шхуну в бухту, и дело с концом. А теперь, сынок, не зевай, мы возле самой цели. Полрумба влево. Есть полрумба влево. Румб вправо. Есть румб вправо. Правый руля. Есть. Так, лево руля. Прямо. Держи по ветру, друг сердечный. Я изо всей силы налёг на руль. Испаньола круто повернулась и стремительно подошла к берегу, заросшему низким лесом. Я был так увлечён всеми этими манёврами, что совсем позабыл о том, что мне необходимо внимательно следить за Боцманом. Быть может, краем глаза я заметил движущуюся тень или во мне проснулся какой-то инстинкт, вроде кошачьего, но только обернувшись, я увидел Хэнса уже совсем недалеко от меня с кинжалом в правой руке. Я отскочил к носу и выпустил из рук румпель, который сразу выпрямился. Этот румпель спас мне жизнь. Он ударил Хэнса в грудь, и Хэнс остановился. Но он быстро опомнил, и пошёл прямо на меня. Мне стало ясно, я не должен отступать, а увертываться от Хэнса. Борьба была похожа на игру. Борьба была. Так, лево. Стой! Всё равно я тебя достану. Конечно, я могу продержаться долго, но рано или поздно он всё же прикончит меня. Нужно что-то придумать. Не терять ни секунды. Куда ты лезешь? Я достану тебя и на Бизань, мать тебе! Не достанешь! Здесь я могу, наконец, зарядить свой пистолет. Ещё один шаг, мистер Хэнс, и я вышибу ваши мозги. Мёртвые, как известно, не кусаются. Джим! Джим! Мы оба натворили много листьев, и ты, и я, и нам нужно заключить перемирие. Я бы прикончил тебя, если бы не румпель, но мне никогда не везёт, Джим! Никогда! Делать нечего. Мне, старому моряку, придётся уступить тебе, корабельному юнге. Мне очень понравилась его речь, но вдруг что-то просвистело в воздухе. Ай! Плечо моё пронзило резкая боль. От боли и неожиданности я не целюсь нажал курок. Боцман выпустил ванты и вниз головой полетел прямо в воду. Джим остался на корабле один. Только что начался отлив. Солнце стояло уже так низко, что тени сосен западного берега пересекли бухту и достигли палубы. Подул вечерний бриз, снасти начали гудеть, а паруса раскачиваться и хлопать. Я увидел, что кораблю грозит опасность. Быстро я убрал клевера и опустил их на палубу. Но опустить грот было куда труднее. Мне очень мешала рана в плече. Шхуна накренилась, гик перекинулся за борт и конец паруса оказался под водой. От этого положения стало еще опаснее. Большое брюхо повисшего паруса поплыло по воде. Как я не бился, я ничего не мог сделать. Это было выше моих сил. Ну что ж, придется кинуть Испаньола на произвол судьбы. Прощай, Испаньола, мы еще вернемся к тебе. Бухту окутали сумерки, становилось холодно. Вода, увлекаемая тливом, уходила, и шхуна все больше ложилась на борт. Вода едва доходила мне до пояса. Я вышел на берег, оставив Испаньолу лежать на боку и полоскать свой парус. Скорее в крепость к своим. Вероятно, попадет за то, что я ушел, но все-таки, все-таки Испаньола наша, и мы можем выйти на ней в море. Наконец, Джим добрался до опушки. Западный край Чистокола был озарен луной, а за домом догорал громадный костер. Нигде ни души. Странно. Мы никогда не разводили таких больших костров. Капитан приказал беречь топливо. Уж не случилось ли что? Спят. Ну, все в порядке. Лягу на свое обычное место, а утром посмотрю на их лица. Пестры! Пестры! Это капитан Флинт, зеленый попугай Сильвера. Кто идет? Кто идет? Ну, ходи. Давай сюда факел. Да это Джим Хоукинс, черт меня подери. Зашел в гости. Заходи. Заходи. Это очень мило с твоей стороны. Какой приятный сюрприз для бедного старого Джона. Я с первого взгляда увидел, что ты ловкий парень, но теперь я вижу, что ты прямо герой. Герой. Я всегда хотел, чтобы ты перешел к нам, получил свою долю сокровищ и умер в роскоши. Богатым джентльменом. К тому же, должен тебе сказать, капитан Смоллетт и доктор очень недовольный тобой. Словом, к своим тебе уже нельзя воротиться. Они тебя не желают принять. А теперь я должен выбирать? Да. Да, теперь ты должен выбирать. Ладно. С тех пор, как я встретился с вами, я привык смотреть смерти в лицо. Но прежде я хочу вам кое о чем рассказать. Положение ваше скверное. Корабль вы потеряли, сокровища вы потеряли, людей своих потеряли. Ваше дело пропащее. Вот так. И если вы хотите знать, кто все это сделал, знайте, все это сделал я и больше никто. Я сидел в бочке из-под яблок в ту ночь, когда мы подплывали к острову. И я слышал все, что вы говорили с пиратами. Обо всем я рассказал капитану Смоллету. Это я перерезал у шхуны якорный канат. Это я убил Хэнса и отвел Испаньолу в такое потайное место, где вы ее никогда не найдете. Вы в дураках, а не я. Я боюсь вас не больше мухи. Теперь ваш черед выбирать. Моя смерть не принесет вам никакой пользы. Если же вы оставите меня в живых, я постараюсь, чтобы вы не попали на виселицу. Но если мне доведется погибнуть, расскажите доктору Ливсе, что я умер небесславной смертью. Буду иметь это в виду. Не забудьте, не забудьте, что это он в Бристольском порту узнал черного пса. Это еще не все. Он, клянусь громом, он вытащил карту из сундука Билли Бонса. Ну, наконец-то, Джим Хокингс попал к нам в руки. Пустить ему кровь! На место! На место! Мне по сердцу этот мальчишка. Я такого мальца еще не видывал. Он вдвое больше похож на мужчину, чем крысы вроде вас. Так слушайте! Кто тронет его, будет иметь дело со мной. Прошу прощения, сэр. Прошу прощения. Есть обычай, который даже вам не нарушить. Мы имеем право собраться и поговорить. Мы хотим воспользоваться своим правом. На матросскую сходку. Согласно обычаю, сэр. Пока их нет, я хочу тебе сказать, что ты наволосок от смерти. Я понимаю это, сэр. Эти безмозглые трусы пускай совещаются. Я постараюсь спасти твою шкуру. Но услуга за услугу. Ты спасешь долговязого Джона от петли. За какую жалкую соломинку хватается он, старый пират, атаман. Я сделаю все, что могу. Ну, значит, по рукам. Пойми меня, Джим. У меня еще есть голова на плечах. Есть. И я решил перейти на сторону Сквайера, капитана Трелони. Эх, с твоим-то молодым задором, да с моим опытом. Ох, и наделали бы мы вдвоем дел. Ну, Джим, извини меня, я выпью. Немного, немного. Впереди у меня столько хлопот. Нужно же мне пришпорить себя. Я понял, что Сильверу не отвертеться. Мы оба погибнем. Вы обвиняете меня в том, что я заключил договор и отпустил их. Может быть, вы ни во что не ставите ежедневные визиты доктора Ливси? Да вы все подохнете без него. О том, вы хотите убить этого мальчишку. Ведь он наш заложник и, может быть, последняя наша надежда. И вот еще, поглядите, вот ради чего я заключил договор. И он бросил на пол карту. Я сразу узнал ее. Это была та самая карта на желтой бумаге с тремя красными крестиками, которую я нашел когда-то на дне сундука Билли Бонса. Да, это подпись Флинта. Можете не сомневаться. Нет, все это хорошо. Но как мы увезем сокровище, если у нас нет корабля? А почем я знаю, как? Это вы проворонили мою шхуну. Ты, Джордж, потерял наш корабль. Я нашел вам сокровище. Кто же из нас стоит большего? Но, клянусь, я больше не желаю быть у вас капитаном. Выбирайте, кого хотите. С меня довольно. Сильвера! Сильвера! На веки веков! Сильвера! Капитаны! Сильвера! На веки веков! Сильвера! 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 Здравствуйте, доктор! С добрым утром, сэр! У нас есть сюрприз для вас. Один маленький пришелец. Новый жилец. Здравствуйте, доктор! Неужели Джим? Он самый. Ладно. Дело время, потихий час. Осмотрим сначала больных. Удобствую. Доктор Ливси осмотрел всех больных и дал им лекарства. Они глотали их с такой смешной кротостью, словно были питомцами благотворительной школы, а не разбойниками. А теперь, если позволите, я хотел бы побеседовать с этим юнцом. Ни за что! Молчать! Хокинс, можешь ты мне дать слово юного джентльмена, потому что ты джентльмен, хотя родители твои люди бедные, что ты не удерешь никуда. Честное слово. Хорошо. В таком случае, доктор, перелезайте через частокол. Ах, вот. Джим будет с одной стороны частокола, вы с другой, но это не помешает вам поговорить по душам. Всего хорошего, сэр. Передайте привет Сквайру и капитану Смоллету. Итак, Джим, ты здесь. У меня не хватает духу бронить тебе. Одно только скажу тебе. Если бы капитан Смоллет был здоров, ты не посмел бы убежать от нас. Ты поступил бесчестно. Доктор, пожалуйста, не ругайте меня. Моя жизнь на волоске. Я был бы уже мёртвым, если бы Сильвер за меня не заступился. Смерти я не боюсь, доктор. Если они станут пытать меня, я могу не выдержать и разболтаю, где спрятан корабль. Что? Мне посчастливилось, и я увёл Испаньолу. Она стоит у южного берега Северной бухты. Во время прилива её можно оттуда вывезти. Корабль? Ты один захватил Испаньолу? Я в нескольких словах рассказал доктору всё, что случилось. Он выслушал меня в полном молчании. Это судьба. Каждый раз ты спасаешь нас от верной гибели. И неужели ты думаешь, что теперь мы дадим тебе умереть? Мой мальчик, ты открыл заговор. Ты нашёл Бенна Ганна. Лучшего дела ты не сделаешь за всю свою жизнь. Этот Бен Ганн. Ой-ёй-ёй. Сильвер. Слушаю. Сильвер. Да. Я хочу дать вам совет. Да, слушаю. Не торопитесь отыскивать сокровища. Я, сэр, делаю то, что в моих силах, но не требуете от меня невозможного. Только поисками сокровищ я могу спасти свою жизнь и жизнь этого мальчика. Ладно, Сильвер. Если так, я даю вам ещё один совет. Слушаю. Когда отыщите тайник, держите ухо востро. Разбойники представляли довольно странное зрелище. В измазанных матросских куртках и вооружённые до зубов. Сильвер тащил два ружья. К поясу его был пристёгнут кортик. В каждый карман кафтана он сунул по пистолету. Джим был обвязан верёвкой, другой конец которой Сильвер держал то свободной рукой, то могучими зубами. Каждый тащил что-нибудь. Одни несли лопаты и ломы, другие свинину, сухари и бренди. Солнце сияло, и настроение у пиратов было отличное. Мы приближаемся к склону подзорной трубы. Пора взглянуть на карту. Так, высокое дерево на плече подзорной трубы. Так. Направление к северу, от северо-востока. Взгляните, приятели, видите несколько высоких деревьев? Какое из этих деревьев отмечено красным крестом на карте Флинта? Это можно будет определить по компасу, когда мы подойдём поближе, вперёд! В начале продвижения пиратов очень затруднялось топкой почвы и густой болотной растительностью. Но вот, наконец, они приблизились к лучшей части острова. По земле стлался пахучий дрог и цветущий кустарник. Высокие сосны бросали широкую тень. Разбойники шли веером. В середине, несколько отстав от всех, брёл Сильвер. На верёвке он тащил за собой Джима. Вы думаете, он набрёл на сокровище? Да нет, нет. Мы ещё не добрались до того дерева. Что с тобой, гик? Там лежит скелет! Верно, скелет. Это моряк. Одежда у него была морская. Конечно, моряк. Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа? Однако, почему эти кости так странно лежат? Почему? Я начинаю понимать. Это компас. Компас? Да. И этот странный компас показывает прямо в сторону острова скелета. Да, да. Это указательная стрелка из костей, клянусь громом. У меня всё холодеет от одной мысли о Флинте. Это одна из его весёлых острот. Он остался здесь с шестью товарищами и всех их укокошил. А из одного убитого смастерил себе компас. Вперёд! Нас поджидают дублоны! Здесь три высоких дерева. И все они расположены по прямой линии от острова скелета. Склон подзорной трубы, я думаю, вот это впадина. Верно. Вот это впадина. Теперь и ребёнок нашёл бы сокровище. По-моему, неплохо было бы раньше закусить. Мне что-то не хочется. Я как вспомнил о Флинте, у меня сразу отбило аппетит. Да, мой сын, счастье твоё, что он умер. И рожа у него была, как у дьявола. Вся синяя-синяя. Это от Рома. Ещё бы не синяя. От Рома посинее же, это верно. Дядь или смелее, разворачивай парус. И, хоро, веселись. Как чёрт! Одних убила пуля. Это Флинт! Законно вам. Этак ничего у нас не выйдет. Делает крутой поворот, ребята. Конечно, всё это очень чудно. Я не знаю, кто это там кур лезет, но уверен, что это не покойник, а живой человек. Дарби Маккроу! Дарби Маккроу! Дарби подальми рову! Дело ясное, надо удирать! Это были последние слова Флинта. Последние слова перед смертью. Никто, никогда даже и не слышал о Дарби. Никто, кроме нас. Послушайте! Я пришёл сюда, чтобы вырыть клад. И никто, ни человек, ни дьявол не остановит меня. В четверти мили от нас лежат 700 тысяч фунтов стерлингов. Неужели хотя бы один джентльмен у дачи способен повернуться кормой к такой куче денег из-за какого-то синерожего пьяницы? Да к тому же ещё и дохлого! Молчи, молчи, Джон, не оскорбляя привидение. По-вашему, это привидение. Может быть и так, но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. А скажите, видал ли кто-нибудь, чтобы у привидения была тень? Нет. Если нет тени, значит нет эхо. Иначе быть не может. Это верно. Ну и башка же у тебя на плечах, Джон. Всё в порядке, друзья. Мы просто взяли неправильный курс. Конечно, конечно. Голос был вроде как у Флинта. И всё же он был похож на другой. Скорее, это голос... Клянусь дьяволом, это голос Бена Гана. Правильно! Это был голос Бена Гана. А велика ли разница? Бен Ган покойник и Флинт покойник. Плевать на Бена Гана! Живой он или мёртвый, не всё ли равно? Странно было видеть, как быстро пришли эти люди в себя. Они снова думали только об одном. О богатстве, ожидающем их, обеспеченной, роскошной, расточительной жизнью. Вперёд! 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 Первое высокое дерево, к которому подбежали пираты, после проверки по компасу оказалось неподходящим. То же случилось и со вторым. Третья поднималась над зарослями почти на двести футов. Это, наверное, оно и есть. Эту сосну можно увидеть и с восточной стороны моря, и с западной. Именно её мог отметить Флинт крестом. Да, и по компасу сходится. Ребята, мы в двух шагах от золота. Скорей! Вперёд! Скорей! Вперёд! Что это? Кто-то? Опередил нас! Перед нами была большая яма, вырытая, очевидно, давно. Над ней её росла трава. В яме мы увидели рукоятку заступа и несколько досок от ящиков. На одной из досок калёным железом была выжжена надпись «Морж» в названии корабля Флинта. Всё было ясно. Кто-то раньше нас уже нашёл и похитил сокровище. Кажется, с тех пор, как стоит мир, не было такого внезапного крушения великих надежд. Все шестеро стояли, как поражённые громом. Но Сильвер быстро владел собой и успел изменить план своих действий. Джим, возьми пистолет и будь наготове. Стало быть, вы снова изменили своим? Я нашёл в яме две генеи. Это, что ли, твои 700 тысяч, Сильвер? Ты, кажется, любитель заключать договоры. По-твоему, тебе всё всегда удаётся? Дубина ты стайрослая! Копайте, копайте, ребята. А вось выкопаете два-три земляных каштана. Ребята! Вы слышали, что он сказал? Два-три каштана? Говорю вам, он знал всё заранее. Гляньте ему в лицо, там это ясно написано. Эх, Джордж! Ты, кажется, снова намерен пролезть с капитана. Ты, я вижу, напористый малый. Друзья! Смотрите, их всего только двое. Один старый калека, который привёл нас сюда на погибель. Другой сенок, которого давно уже пора вздёрнуть на рею. Так вот, ребята! Мгновенно Джордж свалился головой вниз прямо в яму. Старый пират Морган завертелся елой и рухнул на бок. Трое остальных пустились в бегство. Не пытайся выкарабкаться из ямы! Укарабк! Джордж, теперь мы, я полагаю, в расчёте. Сначала я не понял, что произошло. Но вдруг в зарослях мускатного ореха я увидел доктора Ливси, Грея и, представьте себе, Бена Гана. Мушкеты у них дымились. Джим, мой мальчик! Как я счастлив, что мы успели! Да, сэр. Я боялся, что уже не увижу вас. Благодарю вас от всего сердца, доктор. Вы поспели как раз вовремя, чтобы спасти нас обоих. Так это ты, Бен Ганн. Ничего себе хорош, молодчик. Да-да, я Бен Ганн. Как вы поживаете, мистер Сильвер, кажется, неплохо. Бен, Бен, подумай только, какую шутку сыграл ты со мной. Молчите, Сильвер. Если бы Бен Ганн своими криками умышленно не задержал пиратов, неизвестно, где бы вы были сейчас. Как хорошо, что со мной был Хокинс. Не будь его, вы бы доктор и брови не повели, если бы меня изрубили в куски. Ещё бы! А теперь поскорее к пещере. Там нас ждут. Доктор, расскажите, как всё произошло. Мой мальчик, всё совершилось очень просто. Бен Ганн вас всех опередил. Он наткнулся на компас скелет, отыскал сокровища и на своих плечах перенёс всё золото в пещеру Двуглавой горы. Ну, когда я это узнал, то пошёл к вам и отдал Сильверу карту, которая уже теперь не имела никакого значения. Сегодня утром я увидел тебя, Джим, в плену у пиратов. Мы оставили Сквайра Треллу не охранять раненого капитана Смоллета и с Беном Ганном и Греем поспешили к тебе на выручку. О, Джим! Джим, как я рад тебя видеть! О, сэр, и я тоже очень рад вас видеть! Честь имею, сэр! Джон Сильвер, вы гнусный негодяй и обманщик! Чудовищный обманщик, сэр! Меня уговорили не преследовать вас, и я обещал, что не буду. Но мертвецы, сэр, висят у вас на шее, как мельничные жернова. Сердечно вам благодарен, сэр! Не смейте меня благодарить! Из-за вас я нарушаю свой долг. Отойдите прочь от меня! Друзья, входите в пещеру. Капитан Смолин ждёт вас. В дальнем углу пещеры тускло сияла груда золотых монет и слитков. Это были сокровища Флинта, те самые, ради которых мы проделали такой длинный и утомительный путь, ради которых погибли 17 человек из экипажа Испаньолы. А сколько человеческих жизней, скольких страданий и крови стоили эти богатства? Сколько замучено храбрых людей, какая пальба из орудий, сколько лжи и жестокости! Часть сокровищ, которые мы оставили на острове, всё ещё лежит там, где их зарыл капитан Флинт. По-моему, пускай себе лежит. Теперь меня ничем не заманишь на этот проклятый остров. Одноногой Сильвер навсегда исчез из моей жизни. Но до сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о берега острова сокровищ. И я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос попугая капитана Флинта. Хриплый голос Хриплый голос